Удивительно, хадисы кудси. Хадисы кудси это самая высшая степень хадиса достоверности. Когда Аллах, субхану ва Та'але, говорит через усты посланника Аллаха, саллаху алейхиму ассалям, Всевышний Аллах сказал хаккат махаббати лимутахаббин фия ва хаккат махаббати лимутазавирина фия, ва хаккат махаббати лимутавасили на фия. Субхану Аллах. Заслужат мою любовь. Аллах и братья, положите руку на сердца. Спросите самих себе, хочу ли я заслужить любовь Аллаха, субхану ва Та'але. Субхану Аллах, бывает как прекрасно. Даже дети, когда в игровой форме спрашивают папа, ты кого меня больше любишь? Меня или брата моего? Когда папа мой, рахмаллах, говорил когда мы были маленькие мама спрашивала, кого больше любишь? Меня или папу? Говорит, не хочу обидеть ни маму, ни папу. Смотрю на маму смотрю на папу, подмигиваю ему говорю, конечно тебя, мама. И папа подмигнул, он думал, что его маме сказал, что я. То есть, субхану Аллах, как родителям приятно, когда дети их любят. Как приятно детям, когда их родители любят. Как приятно родственникам, братьям, близким, когда знаешь, что есть человек, который тебя ценит, любит. И вот здесь, субхану сказал, заслужил, обязательно будет по отношению к нему моя любовь тем людям, которые друг друга любят только ради меня. Обязательно заслужит мою любовь те люди, которые посещают друг друга ради меня. То есть, субхану Аллах, на сегодняшний день бывает, что наши дома закрыты. Никто нас не посещает. Если посмотреть даже, например, наши родители, дедушки, бабушки. Вот сейчас бывает, когда некоторые на жилисе собирают, в основном бывают в кафе. Ну, вроде бы, аль-хамдуля, хорошо, оплатил, заплатил, гостей собрал, там, убираться не нужно и так далее. Но, субхану Аллаху, вот уже редко, когда мы посещаем друг друга дома, там, то есть, опять же, посмотреть на такой великий ахлагил, когда ты приглашаешь человека к себе домой. Вот именно чаще всего на сегодняшний день мертвых мы чаще видим, нас посещают в наших снах, нежели живые посещают нас в наших домах. А именно, пророк, саллаху алейсалям, Аллах сказал, обязательно заслужит мою любовь, любящий друг друга ради меня. Обязательно заслужит мою любовь те, кто посещает друг друга ради меня. И обязательно заслужит мою любовь те, которые поддерживают отношения друг с другом, только ради меня. Аллаху Амур. Великий хадис. Если мы его будем практиковать, именно ради Всевышнего Аллаха, то заслужим любовь. Потому что это обещание Аллаха. Аллах не нарушает свои обещания. Также Аллах, Субхану Амур, сказал в хадисе Кудсе, любящие друг друга ради меня, ради моего величия, говорит Субхану Амур, в судный день им будут минбары. Что такое минбар? Имамку достаёт во время пятничной проповеди вот эта кафедра. Бывает из дерева, бывает из мрамора. Но им будет в судный день такие кафедры, то есть они будут возвышены на минбарах из света, из нура. И им с белой зависти будут завидовать пророки. И шахиды, сказал Аллах, Субхану Амур. Хадис Кудсе, великий хадис. Поэтому это всё ради любви по отношению друг к другу, ради Аллаха, Субхану Ата'аля. То есть где эти минбары в судный день? Та'хта ай-юшей. Под чем будут эти минбары? Та'хта сама, та'хта аршир-рахман, мустау фаукуруси л-халайк, фидзил л-арш. То есть, Субхану Амур, под тенью Аллаха на самом великом, на самом высоком уровне будут они в судный день, Субхану Ата'аля. Аллах, Субхану Ата'аля, сказал. Это и есть именно братство ради Аллаха, Субхану Ата'аля. Также в другом хадисе сказал. Представляете, судный день. Судный день, когда люди, начиная с Адама, до последнего человека, будут вместе собираться, Субхану Алах, на одном месте, на одном махчаре, не знают, куда бежать. Как Аллах, Субхану Алах, описывает этот день, то, что никто не сможет друг другу ничем помочь. Мать откажется от своего ребенка. Кормящая мать забудет о своем грудном ребенке. Люди будут от страха подобно пьяными, но они не потому, что они что-то приняли, какой-то алкоголь, от страха перед Аллахом. А эти люди, любящие друг друга ради Аллаха, Субхану Ата'аля, как элита судного дня, будут под тенью трона Аллаха, Субхану Ата'аля. Но здесь есть одно условие, братья. Чтобы именно любовь была ради Аллаха. Ради Аллаха, Субхану Ата'аля. И сказал Расул, салаллаху алейхи и салям, кто любил ради Аллаха, то есть человек совершает какие-то грехи, прелюбодействия, какие-то другие храмные вещи, ты не любишь этот грех ради Аллаха, Субхану Ата'аля. жертвуешь ради Аллаха, запрещаешь ради Аллаха, запрещаешь своим детям, своим родственникам, своим близким, какие-то вещи, которым недоволен Аллах, Субхану Ата'аля. Как имам, например, говорит, что это неправильно, жамаату и так далее. Вот этот человек усовершенствует свою религию, свой иман, свою веру, сказал Пророк, салаллаху алейхи и салям, кто полюбил ради Аллаха, возненавидел ради Аллаха, пожертвовал ради Аллаха, запретил ради Аллаха, у этого человека иман, вера будет усовершенствована, сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салям. Посмотрите, какие удивительные плоды. усовершенствованный иман заслужил человек любовь Аллаха в судный день они будут элиты под тенью Аллаха поэтому это называется великое отношение и подарок то есть заслужил человек награду от Аллаха тоже великий то есть ответ Аллах отблагодарит великим за это